Зиря Шумас, добрый день. Позвольте занять ваше время по важному для меня вопросу. Многие из вас, полагаю, услышали об инциденте, драке с моим участием, которая обросла множественными версиями. Считаю нужным дать пояснение, выставив акценты. Действительно, в прошедшие выходные в компании из пяти человек шла беседа. Разговор непростой, но не носил в себе градуса напряженности, по завершению которому, придя к определенному согласию, человек встал непринужденно, без какой-либо агрессии, заходя ко мне за спину, сидячего, ударил предметом, в частности бокалом, по голове. Я вам хочу сказать, что ничего мужского в таком поступке я не вижу. И вообще у абхазов даже во врагов не стреляли без оружия. Если такие люди потом позиционируют себя еще как герои, то это в нашем генном коде произошли какие-то сбои и нарушения. Несмотря на то, что мне удалось на месте отстоять себя, дважды ударив оппонента в фаст, и дважды приложил кулак мой офицер охраны, сотрудник ГСО, для всей Абхазии молва пошла, что вице-президента побили. Но для меня не это оказалось самой большой проблемой. С этим мы на личном справимся. Проблема гораздо большая, что я оказался слабым, поскольку человек, который думает, мыслит и живет по закону, в априори оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти и в управлении. После столь неблаговидного поступка, не абхазского поступка, человека выпускают через одни сутки, и те, которые он просидел в кабинете следователя, отдавая указания практически всей правоохранительной системе, кому и что делать. Справедливости ради, Министерство обороны стоит особняком, поскольку в ней есть хозяин, и отчасти еще держится служба безопасности за счет высокой доли профессионализма, и это про технических зарплатах, которые ребята получают. Но в целом вся правоохранительная система у нас поражена. Государство убивает, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Вот в этой виртуальной псевдовертикали я считаю необходимым сложить свои полномочия, подав в отставку, по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь в рамках закона даже на столь высокой должности. Я имею такую возможность действовать только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия. Не исключаю, что данный акт был произведен с целью выключить меня из игры на обострение осени, которое обозначено уже на 7-9 октября, с целью свержения власти. Я призываю наших сограждан ни в коем случае не поддаваться на эти провокации при всех разочарованиях, которые объективно имеют место быть, поскольку хуже может быть всегда. И к власти таким образом придут абсолютно случайные люди, где мы из этого уже криминально-онкологического стопора с метастазами уже выйти в среднесрочной перспективе не сможем без внешнего, без давления и внешнего фактора. Я принимаю, что власть не справилась со многим и себя ответственности не снимаю. Мы должны признать, что 27 мая был не лучшим днем в нашей истории, где мы, решая одну государственную задачу, столкнулись с другой, после чего власть и толпа уравновесились, наступила охлократия, власть толпы. Но нужно и признать нашим оппонентам, дать оценку событиям 27 мая, которые привели к 27-го. И нужно признать нашим оппонентам, что тот прецедент от 27-го кратно пытались перевести в систему в еще более неконституционном порядке, неся в себе еще большую угрозу. Тот беспредел, который сегодня во многом существует, он начался далеко не сегодня. Но я уже даже не говорю, уже в той системе ценностей, в которой мы находимся, я даже уже не говорю о воровской системе, которая живет по определенному кодексу и правилам. Я в данном случае имею в виду уже о улицах и уличных, которые захватили активы страны, опутали и дискредитировали практически всю вертикаль власти. Я обращаюсь к президенту, как к своему соратнику, не делая ошибок своего предшественника, недооценивая общественную напряженность. Я призываю президента, как своего друга, не выдвигаться на второй срок, тем самым снизив напряженность. Поставить на преемника, который в большей степени может сплотить право- и левофланговых, являющимся оптимально в данных условиях, и такой человек есть. Тогда у кандидата в 2019 году будет возможность законно прийти к власти, опираясь на людей с государственного порядка и мышления. Если в ином случае к власти приведет улица, и какие бы содержательные эти люди не были, ничего сделать они, будучи опутанными, уже не могут. Я со своей стороны вынужден уйти для того, чтобы осваивать свою честь, остаться мужчиной и реализовать то, что я смогу, и у меня есть право, сделать только вне моей должности. Это никак не связано с политическими реалиями. Крамолы в этом совершенно нет. Был и остаюсь на той же стороне со своими друзьями и соратниками. Спасибо за внимание.